Сахар стал наиболее подорожавшим товаром в России по итогам минувшего года. Согласно исследованию журнала Forbes, его цена увеличилась на 65%. Сопоставимо подскочили в стоимости и другие жизненно важные продукты. Пытаясь сбить инфляцию, Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5%. Роман Быков выяснял, на что остается рассчитывать простым гражданам. Рост цен по многим позициям продовольственной корзины измерялся в минувшем году двухзначными цифрами. Гречка выросла в цене на 41%, крупы и рис на 24-26%, яйца на 35%, а капуста и вовсе на 136%. Эксперты говорят, что одномоментно этот тренд остановить не получится. Как-то неудивительно, на сей раз не стоит во всем винить только федеральное правительство. Это больше даже мировой тренд, нежели то, что характерно для нашей страны. Мы видим, что геополитическая ситуация у нас сейчас крайне нестабильна. Речь идет о том, что за январь месяц на продовольственные товары повысятся цены минимум на 1%, на услуги транспортные где-то заложено в 6-7%. Пытаясь сбить инфляцию, Центробанк повысил ставку рефинансирования до 8,5%. Это рекорд за последние пять лет. Бизнес, кстати, воспринял эту меру без особого оптимизма. Ведь это, скорее всего, приведет к дальнейшему подражанию кредитов. Что касается простых граждан, то сейчас у них стоит лишь задача сохранить свои накопления. Правда, прежде чем во что-то инвестировать, сначала очень желательно сформировать финансовую подушку безопасности. По идее, каждый человек должен иметь в запасе денежных средств, примерно исходя из 6-месячного заработка. И это некая такая подушка безопасности, которая в условиях неопределенности, кризисных ситуаций даст возможность человеку прожить и нормально функционировать. И только если у вас денег имеется сверх этой суммы, тогда имеет смысл во что-то инвестировать ваши средства. Можно открыть счет в банке. Но процентные ставки сегодня таковы, что в лучшем случае они равняются уровню инфляции. Хорошим вариантом традиционно является недвижимость. Еще одним способом сохранения сбережений является вложение их в драгоценные металлы, ну или просто в ювелирные изделия. Они, к слову говоря, за последние два года подорожали аж на 40%.